Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поделиться с вами недавним высказыванием архиепископа Католической Церкви Карло Марии Вигано, направленным в адрес Папы и высших чинов его Церкви. Вигано уверен, что католическая иерархия замешана в создании единой мировой религии без догм и морали. Бывшие апостольские нунцы Ватикана в США, католический архиепископ Карло Мария Вигано считает, что высшее руководство Римско-католической Церкви во главе с Папой Франциском в угоду масонам создают адскую религию. Об этом Вигано заявил в письме, опубликованном на сайте marco.tosati.com. Вигано заявил, что в данный момент мы можем увидеть реальное и эпохальное столкновение между добром и злом, между сыновьями света и сыновьями тьмы. Католический иерарх подчеркнул, что его шокирует тот факт, что высшие католические иерархи открыто ставят себя на службу князю этого мира, принимая требования выдвигаемой организации объединенных наций в отношении глобализма, масонского братства, мультузианского экологизма и эмиграции. Кроме того, считает Вигано, католическая иерархия замешана в создании единой мировой религии без догм и морали, согласно пожеланиям масонства и Берголью, то есть Папы Римского Франциска, наряду с теми, кто стоит за ним и поддерживает его, стремится председательствовать в этой адской пародии на Церковь Христа. Он также отметил, что многие кардиналы, прелаты, епископы и католические СМИ поддерживают идею нового мирового порядка. В частности, в этом ряду Вигано упомянул такие издания, как «Ля Чивита Католика», «Ватикан Ньюс», «Авениры» и «Лё Серваторе Романо». Архиепископ Вигано также подчеркнул, что все эти люди настолько уверены в том, что уже достигли своей цели, что открыто раскрыли свои намерения, потеряв всякую осторожность. Посмотрите, насколько открыто теперь видны сторонники мирового правительства и элиты, которые хотят навязать свою тиранию народам, используя в качестве религии неоязычество, пишет Вигано. Он считает, что существенным для эффективного ведения духовной, доктринальной и моральной борьбы против врагов Церкви является убеждение, что нынешний кризис – это метастазы раковой опухоли, поразившие Церковь. Архиепископ уверен, что эта болезнь имеет причинно-следственную связь со Вторым Ватиканским собором и его логическими и неизбежными последствиями последних шестидесяти лет. Вигано подчеркнул, что в течение десятилетий они, т.е. католические иерархи-модернисты, говоря о литургии, вере, нравственном учении, покаянии и аскетизме, постоянно повторяли ненавистную фразу «пути назад нет». Сегодня мы видим, что при помощи тех же слов, рабски повторяемых в мирском отношении, предпринимается попытка внушить массам, что ничего не будет так, как было раньше. По мнению Вегана, модернизм и COVID-19 являются частью одного бренда, и наибольший страх сторонников этого бренда в том, что мы им не поверим, проигнорируем их и разоблачим их заговор. Именно поэтому, убежден католический иерарх, наша обязанность сегодня помочь многим людям, как духовенству, так и религиозным деятелям, смотреть на происходящее не частично и разрозненно, а увидеть общую картину реальности. Как только мы поможем им понять механизм, они поймут все остальное. Карло Мария Вегану уже и ранее высказывал мнение, что меры по борьбе с COVID-19 ведут к созданию мирового правительства. А теперь, дорогие друзья, я хочу поделиться с вами переводом письма архиепископа Карло Марии Вегана, направленная президенту США Дональду Трампу, в котором он предупреждает его о том, что нынешние кризисы, связанные с пандемией коронавируса и беспорядками в связи с Джорджем Флойдом, являются частью вечной духовной борьбы между силами добра и зла. Господин Президент, в последние месяцы мы стали свидетелями формирования двух противоборствующих сторон, которые я бы назвал библейскими — Дети Света и Дети Тьмы. Дети Света составляют самую заметную часть человечества, а Дети Тьмы — абсолютное меньшинство. И все же, первые являются объектом своего рода дискриминации, которая ставит их в положение моральной неполноценности по отношению к своим противникам, которые часто занимают стратегические позиции в правительстве, в политике, в экономике, в средствах массовой информации. По-видимому, необъяснимым образом добро держат в заложниках злые люди и те, кто помогает им либо из собственных интересов, либо из страха. Эти две стороны, которые имеют библейскую природу, следуют четкому разделению между потомками женщины и потомками змея. С одной стороны, есть те, кто, хотя у них есть тысяча недостатков и слабостей, мотивированы желанием делать добро, быть честными, создавать семью, заниматься работой, давать процветание своей Родине, помочь нуждающимся и, согласно закону Божьему, заслужить Царство Небесное. С другой стороны, есть те, кто служит себе, кто не придерживается каких-либо моральных принципов, кто хочет разрушить семью и нацию, эксплуатировать рабочих, чтобы сделать себя неоправданно богатыми, разжечь внутренние разногласия и войны, а также накапливать власть и деньги. Для них ложная иллюзия временного благополучия. Однажды, если они не покаются, приведет к ужасной судьбе, которая ожидает их, вдали от Бога, в вечном проклятии. В обществе, господин Президент, эти две противоположные реальности существуют как вечные враги, так же, как Бог и Сатана являются вечными врагами. И кажется, что дети тьмы, которых мы можем легко отождествить с глубинным государством, против которого вы мудро возражаете и которая яростно ведет войну против вас в эти дни, решили показать свои карты, так сказать, раскрывая свои планы. Кажется, они настолько уверены в том, что уже все под контролем, что оставили в стороне эту осмотрительность, которая до сих пор хотя бы частично скрывала их истинные намерения. Исследования, которые уже ведутся, покажут истинную ответственность тех, кто управлял чрезвычайной ситуацией COVID, не только в области здравоохранения, но так же в политике, экономике и СМИ. Вероятно, мы обнаружим, что в этой колоссальной операции социальной инженерии есть люди, которые решили судьбу человечества, присвоив себе право действовать против воли граждан и их представителей в правительствах наций. Мы так же видим, что беспорядки в эти дни были спровоцированы теми, кто видел, что вирус неизбежно исчезает и что социальная тревога пандемии ослабевает. Это обязательно должно было спровоцировать гражданские беспорядки, поскольку за ними последуют репрессии, которые хотя и законны, но могут быть осуждены как неоправданная агрессия против населения. То же самое происходит и в Европе, совершенно синхронно. Абсолютно очевидно, что использование уличных протестов играет важную роль в целях тех, кто хотел бы видеть кого-то, кого изберут на предстоящих президентских выборах, который воплощает цели глубинного государства и кто выражает эти цели верно и убежденно. Неудивительно, если через несколько месяцев мы еще раз узнаем, что за этими актами вандализма и насилия скрываются те, кто надеется извлечь выгоду из разрушения общественного порядка, чтобы построить мир без свободы, согласно масонской пословице «Solve et coagula», что означает в переводе «Растворяй и сгущай». Хотя это может показаться сбивающим с толку, описанные мной противоположные взгляды также встречаются в религиозных кругах. Есть верные пастыри, которые заботятся о стаде Христа, но есть также наемники неверные, которые стремятся рассеять стадо и отдать овец для поглощения голодными волками. Неудивительно, что эти наемники являются союзниками детей тьмы и ненавидят детей света, так же, как существует глубинное государство, существует так же глубинная церковь, которая предает свои обязанности и отказывается от своих надлежащих обязательств перед Богом. Таким образом, с невидимым врагом, с которым добрые правители борются в государственных делах, так же борются добрые пастыри в церковной сфере. Это духовная битва, о которой я говорил в своем недавнем обращении, которое было опубликовано 8 мая. Впервые в Соединенных Штатах есть президент, который мужественно защищает право на жизнь, которому не стыдно осуждать преследования христиан во всем мире, который говорит об Иисусе Христе и праве граждан на свободу вероисповедания. Ваше участие в программе «Марш на всю жизнь», а в последнее время и провозглашение апреля месяцем в качестве национального месяца профилактики насилия над детьми — это действия, которые подтверждают, с какой стороны вы хотите бороться. И я смею верить, что мы оба на одной стороне в этой битве, хотя и с разным оружием. По этой причине я считаю, что нападение, которому вы подверглись после посещения национальной святыни Иоанна Павла II, является частью организованного сообщения в средствах массовой информации, которая направлена не на борьбу с расизмом и для установления общественного порядка, а на усугубление настроений, не для того, чтобы добиться справедливости, но чтобы узаконить насилие и преступность, не для того, чтобы служить правде, но в пользу одной политической фракции. И это смущает, что есть епископы такие, как те, кого я недавно осудил, которые, по их словам, доказывают, что они настроены на противоположную сторону. Они подчинены глубинному государству, глобализму, согласованному мышлению, новому мировому порядку, которым они все чаще и чаще призывают во имя всеобщества братства, в котором нет ничего христианского, но который напоминает о масонских идеалах, тех, кто хочет доминировать в мире, изгоняя Бога из дворов, из школ, из семей и, возможно, даже из церкви. Американский народ теперь созрел и понял, насколько основные средства массовой информации не хотят распространять правду, но стремятся заставить замолчать и исказить ее, распространяя ложь, которая полезна для целей и хозяев. Однако важно, чтобы добрые, которые составляют большинство, пробудились от своей медлительности и не допустили, чтобы их обманывало меньшинство, нечестных людей с ужасными целями. Необходимо, чтобы добро, дети света собрались вместе и чтобы их голоса были услышаны. Какой более эффективный способ сделать это, господин президент, чем молитвой, просящей Господа защитить вас, Соединенные Штаты и все человечество от этого огромного нападения врага? Перед силой молитвы рухнет обман детей тьмы, их заговоры будут раскрыты, их предательство будет показано, их пугающая сила будет разоплачена и все узнают, что это все адский обман. Господин президент, моя молитва постоянно обращена к любимому американскому народу, где я имел честь быть посланным Папой Римским Бенедиктом XVI в качестве апостольского аннунция. В этот драматический и решающий час для всего человечества я молюсь за вас, а также за всех тех, кто на вашей стороне в правительстве Соединенных Штатов. Я верю, что американский народ объединится со мной и вами в молитве всемогущему Богу. Объединившись против невидимого врага всего человечества, я благословляю вас и Первую Леди, любимую американскую нацию и всех мужчин и женщин доброй воли. Субтитры создавал DimaTorzok